МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне кажется, что нового сейчас предлагают в образовательном процессе? В школу поступает самое разнообразное оборудование, и мы даже не успеваем иногда считать, что появляется и что из этого стоит внедрять в первую очередь. Да, интерактивные доски уже, наверное, лет 8 в Балтайском крае. Конструкторы робототехники, цифровые микроскопы, документ-камеры, различные программируемые вещи, например, 3D-принтеры, которые позволяют распечатывать модели в пластмассе. И мне кажется, что мы еще не распробовали эту технологию. Различные станки, в том числе основопрограммируемые, управляемые компьютером. 3D-сканеры. В некоторых школах Алтайского края появились 3D-очки, которые могут использоваться в учебном процессе для визуализации каких-то интересных процессов. Например, сердце работающее, которое можно рассмотреть со всех сторон. Оно будет висеть перед вами, и вы можете его приближать. Хочется снова вернуться в школу. Мы много раз еще об этом пожалеем. Хорошо, что учителя имеют такую возможность. Ну, кстати, учителя. А кто учителей обучает? Все-таки это огромный мир. И если человек всю жизнь привык читать и писать в обычном журнале, как ему сложно в определенном возрасте уже прийти? Учителям сложно осваиваться. Дело в том, что их профессия требует многолетней подготовки. И когда, наконец, складывается определенная педагогическая концепция, индивидуальная, вдруг появляется оборудование, которое всегда несет с собой новую методику. Нельзя сказать, что вот можно взять, например, документ-камеру и просто использовать педагогу как раньше на своем уроке. Документ-камера, которая позволяет выводить на большой экран какие-то мелкие предметы, страницы, книги, показывать, например, сборку, либо вязание, либо шитье на большом экране. И это нельзя просто вставить в старый урок. Урок меняется. Я помню, что, господи, и вы тоже, естественно, мы таскали тяжелые портфели, на них катались с горки учебники. Сейчас электронная книга способна ли заменить все учебники? Или все-таки должны быть носители на бумаге? Здесь нужен компромисс. То есть ученые проводят сейчас исследования и показали, что там, где применяются и бумажные источники, и электронные, результаты лучше, чем что-то одно. Один планшет весом где-то так 400 граммов сейчас заменяет портфель весом 7 килограммов, как измеряли совсем недавно. И это преимущество. Кроме того, мы должны... Там и с горки не покатаешься. С горки не покатаешься. И, слава богу, сейчас много в магазинах есть специализированных устройств, с помощью которых можно скатиться с горки, и место в портфеле, может быть, для этого и освобождается. Возможно, там будет лежать какой-то конструктор, какой-то там модель, проект, может быть, те же самые салазки, спортивный костюм, что-то более полезное, чем килограммы литературы. Вместо этого будет планшет, в котором будет все необходимое. В общем, не скроешься никуда от преподавателя. Алексей Александрович, спасибо вам огромное за время, которое вы нашли. Мы разговаривали сегодня со специалистом в области дистанционных образовательных технологий Алексеем Мушаковым. Друзья мои, учиться никогда не поздно, и учитесь интересно.